I have ways of blowing things up Здарова, ребятушки, с вами Ладушки Возвращаемся в пятницу, 22 сентября Coffee Top Чем возвращение в офис Солид Солид Некомими А, Некомими, это вот эти вот люди-кошки, что ли Страны Атлантического региона согласились подписать многомиллиардный договор об улучшении системы образования Очень интересно, что Орктор подает В этом, наверное, есть некая, да, незакономерность Мощный клюв Тятил практически расколол столб электропередачи пополам Неплохо, неплохо Я сейчас вдруг вспомнил, почему у них мозг не разбивается Что у них там есть такая мягкая подушка В голове Но они же пытаются Хотя, если столб был деревянный Ладно, короче, поехали, начинаем день Шесть Все шесть у нас здесь Мека Рэйчел Луя Не, точнее, 2 октября Так, а что, 5, где... А, в сторис, типа А, нужно заглянуть в газетку Коины, чем работаю? Вам любопытно? Хайд? Ой, блин, Хайда, мы, кстати, тоже давно не видели Как вампир может забеременеть? Это потрясающий сюжет Я только что посмотрел фильм о так называемых вампиров-вегетарианцах Которые питаются кровью животных А такая кровь не приносит ни удовлетворения, ни насыщения синтетическое Лучше Лукас Сатир с татуированными ногами круто или отстой? Друг спросил самому-то Друг спросил самому-то Мне пофиг Только у меня сейчас возник вопрос Что как мы увидим татуировки на ногах сатира Он что, будет каждый раз ходить бриться? Типа, чтобы у него ноги были С другой стороны, я не уверен, что я хочу видеть бритые ноги сатиры Извините, но это перебор И черная молва Так, вот это мы читали Цена счастья Подождите, мы вчера пропустили Вчерашнюю, да? Давайте почитаем 30 долларов за две пачки сигарет, которые я выбрал у кассы Хватит, чтобы не сойти с ума в течение еще 4 дней При условии, что я буду урить не больше 10 сигарет в день Я достал первую, как только вышел из магазина На сегодня осталось еще 9 Я проверил телефон по пути в кафе, в котором обычно пишут Спотфай только что снял жемесячную плату 10 долларов Учитывая, что за последний год я прослушал Прослушал 80 тысяч минут музыки Неплохое вложение десятки До сих пор, кстати Извините, ребят, но я не понимаю фишку со стриминговыми сервисами Ну то есть Зачем Платить За ту музыку, которую можно послушать бесплатно? Ну или в крайнем случае тебе нравится альбом, купи альбом Хочешь послушать что-то новое? Есть куча мест, где, ну типа, авторы сами бесплатно выкладывают свои композиции Чтобы ты мог с ними ознакомиться на будущем Ну то есть я не понимаю фишки со Спотифайом Ладно, поехали Так Закрыл уведомление Спотифай Вместе с ним еще несколько уведомлений от почты Насчет постоянной работы, которую я наделась получить Все письма вежливые отказы Значит пока побуду на фрилансе Я затушил сигарету в пепельнице рядом В пепельнице урны рядом с афоновой кафе Махнул, смахнул пепел Попавший на мою видавшей виды фланелевую рубашечку Не знаю, лучше все-таки колесикам прокручивать Хорошо В кафе было пусто Не считая нескольких студентов, корпящих над домашними заданиями Нормальные люди ведь в кафе не работают Они работают в небоскребах, где все одеты в телевые костюмы И носят с собой пропуски Не скажи Знаешь, вот это вот костюмное рабство Те люди, которые работают во всех этих бизнес-конторах Да, я не спорю, они получают хорошую зарплату Они стремятся построить карьеру Но это в свою очередь какое-то такое, знаете, рабство Я вот все-таки больше склоняюсь к тому, что фриланс это настоящая свобода К тому же она больше зависит именно от скилла человека А не то, что ты устроился в компанию И ты уже винтик в этой компании И уже, в принципе, никому не важно, насколько хорошо ты работаешь Тебя очень вряд ли оттуда выкинут Разве что, если попадешь под сокращение Если попадешь под сокращение, то тебя выкинут оттуда Даже если ты хорошо работаешь, что еще хуже, в принципе Так что да, фриланс В кафе было пусто, не считая нескольких студентов Так, это мы уже прочитали Вот тут действительно разобрался, как надо жить Их бюджет распланирован до самой старости Я сидел в зоне для курящих И поставил рядом с собой ноутбук Рядом с ноутбуком большой стакан кофе За льдом Вот я обычно спотыкаюсь при чтении Но кофе за льдом за 2 бакса Со льдом за 2 бакса Это очепятка Стакан запотел, появившись на нем капли На перегонке скатывались к столу Несколько капель остались у края стакана Будто планируя спуск вниз Я переживал за эти капли Прокладывающие свой путь Ведь они не знали, что их ждет И у дна пластикового стакана Они даже не знали, смогут ли вообще туда добраться Красивая метафора Я начал печатать Мне предстояло написать статью Об экономическом исследовании Какого-то лауреата Нобелевской премии О том, сколько денег нужно зарабатывать в год Для достижения оптимальных условий Речь, кстати, о 75 тысячах долларов Это правдоподобная цифра Для эмигранта, вроде меня Недавно вступившего в гонку за американской мечтой Сумма астрономическая Я и так плачу неприлично много За аренду своей убогой квартиры Одни поездки на метро ежемесячно Обходятся мне где-то в сотню баксов Если я посчитаю свои ежегодные расходы Как и положено ответственным взрослым людям Наверняка примерно такая сумма и выйдет Если не больше Интересно, значит ли это, что мои условия жизни Можно считать оптимальными Потому что мне они точно такими не казались И все же я задумался Может быть цена счастья для каждого своя Может эти нобелевские лауреаты Не учли цену зависимости Или депрессии Или прочего Того, что общество Относят к категории психических заболеваний Учлили они при подсчете стоимости Антивепрессантов и снотворных Некоторым приходится тратить эти деньги Чтобы функционировать и спать Я перебывал Уверенности, что эти траты Не входили в общую цифру Может людям, у которых при рождении Больше шрамов На деле приходится больше платить за счастье А если подумать, счастье Это удовольчающая абстрактная единица измерения Как измерить счастье в цифрах Количеством вещей в спальне Количеством детей И тем, как сумма на банковском счету Помогает их растить Количеством улыбок за день Если счастье измеряется улыбками Считаются ли неискренние улыбки В этом и проблема Слишком много переменных А мне пришлось изложить весь этот бред Статье объемом не более 700 слов Статье объемом не более 700 слов За которую я получу 100 баксов Если ее откроют достаточное количество раз Думаем, пока это не произошло Да и вряд ли произойдет Как думаете, вам было бы достаточно Этой суммы для счастья Поделитесь мыслями в комментариях Ну, кстати Мне было бы интересно узнать, что у вас Я бы сказал, что у меня такая сумма Готового заработка Наверное, бы устроила Конечно, плохо останавливаться Это достигнут Не нужно всегда стремиться к большему Но, допустим, там, где я живу Эта сумма была бы вполне комфортной для проживания Пишите, что вы думаете в комментах Я закончил статью на этой радужной ноте Проигнорировав иронию самого вопроса Как я проигнорировал и пятую сигарету Медленно догорающую в пепельнице Очередной напрасный платеж Который должен был покрыть цену счастья На сегодня осталось пять сигарет Пахнет сегодняшнюю статью, почитаем Там, где любовь Там всегда проливается кровь Да, ладно Тех, кто в курсе Иногда меня пугает Насколько точно он угадывает, чего я хочу Например, сегодня утром Он отнес оставшийся кофе на кухне И добавил в кофейник холодное молоко Лед и карамельный сироп Получившийся напиток он поставил на столик За которым я работала Адам, прошу, кажется, одной чашки кофе вам не хватило Я так и не понимаю, почему сделанные им карамельные латы Получились таким вкусным Из-за идеального количества сиропа и улыбки Я думаю, что это комбинация того И сиропа, и улыбки С ним никогда не угадаешь Благодарю, сэр Нам с отчетом теперь гораздо лучше Могла бы отчет оставить и за скобками Мне все нравилось обменивание с ним наручила вежливыми фразочками Хотя, вообще-то, мне не нравится абсолютно все, что мы с ним делаем Мы вернулись к субботним рабочим делам Если бы его не... Там нету... Ладно Если бы его не было рядом Я бы, наверное, просто провалялся весь день на диване За просмотром сериала Когда мы вдвоем работаем И он молча меня понимает Я всегда перевыполняю свой план Иногда я думаю, как здорово было бы Привезти его в офис Чтобы он заменил мне жесткий стул Интересно, что об этом подумала бы Подумала бы Джулиан Джолин Она бы наверняка разозлилась Но тогда я бы возразил, что он помогает мне быть лучше И рядом с ним я не такая раздражительная Разве повышение производительности труда того не стоит Я все еще раз думал над речью Джолин Когда он зевнул и закрыл свой ноутбук Кажется, он был довольно проделанной работой Где же все? Мизунчик Я же не витал в облаках, в отличие от некоторых Он намотал на палец локом моих волос Пока я это говорил Я чувствовал, как он справляет звуки Которые еще не успел вычесать Конечно, тебя ведь не отвлекли от работы Не отвлекал от работы парень, трогая твои волосы Мне уйти? Знаешь, мне ведь рано или поздно придется вернуться домой Нет, останься до обеда Как скажете Он продолжил поглаживать мои волосы Он даже попытался плести из них косу Но у него ничего не вышло Он прекратил Я с трудом сдерживалась от того, чтобы не повернуться и не посыловать его К черту отчет Пусть все-таки стоит проводить его в офис Твоя взяла Джолин Мы так и просидели до обеда Если бы он сказал Я люблю тебя Эти моменты стали бы идеальны Но мы молчали Дело в том, что он никогда не говорил эти слова первым Не знаю почему Он опубликованный поэт Но почему-то не понимает важности этих трех проклятых слов Которые хотят услышать все девушки Если бы нет, он был бы идеален Не знаю, я придираюсь Но все же Было бы приятно иногда слышать от него эти слова Ну что, перерыв на обед Он выпустил мне из объятий И сел так, чтобы я видела его лицо Я по-прежнему утопала в числах и унылых листах со статистики Давай что-нибудь закажем Я еще не закончил Значит, на обед у нас пицца Мне кажется, у тебя еще остались скидочные купоны Угадал И насчет выбора еды, и насчет купонов Говорю же, мне на тобой страшно Оттого, как хорошо он меня понимает Если бы на его месте был бы кто-то другой Мне бы стало не по себе Но он исключение К тому же, я его люблю Он встал, взял телефон и пошел на кухню, чтобы сделать заказ С ананасом? С ахахаком! Крикнул он с кухни Конечно Что я чудовище какое? Я услышал, как он засмеялся Затем до меня донесся звук отрывающейся дверки шкафом Того самого, где я храню купоны Он знает меня как самого себя Может... Нет, ничего страшного Может нет, ничего страшного в том, что он не так часто признается мне в любви Почитатели... Хоть читатели его стихов теряют голову от его слов Я знаю, что пишет он... Пишет обо мне Пишет то, а не от То он... Блин Ребята, сколько опечаток? Вы чё? Я не самый лучший чтец Но всё-таки вот эти опечатки сбивают Я знаю, что он меня любит Я где-то... Он понимает меня лучше всех в мире К тому же, он в курсе, где я храню карамельный сироп и купоны для пиццы Я знаю, где любовь Итак Сезон дождей в этом году Что-то с чем-то Поехали, начинаем О! Как дела, Рэйчел? В этот раз ты реально Рэйчел Хе-хе-хе Как обычно Эээ... Эээ... Нехан Эээ... Что такое? Да ничего Просто я, наверное, никогда не смогу равнодушно блюдать за превращением Эээ... Некамими Некамими Блин, это на самом деле Одна из таких Относительно загадочных рас Из всех, которые здесь присутствуют И в хорошем или плохом смысле В хорошем, конечно Настоящее волшебство Спасибо Тебе что-нибудь дать? Может, полотенце? Хе-хе-хе Так, у нас добавилась инфа про Рэйчел Так понимаю Или в сторис что-то Или я чё-то не знаю Ладно, исчезла Когда зашла на улицу Это лело Как из ведра Ммм... У тебя есть фен для волос? Кстати Знаете, в чём прикол? Хорошо Вот вопрос, который у меня появился Откуда они берут одежду? То есть КТ приходит со своей шерстью Потом превращается И откуда-то появляется одежда В которой он ходил Значит, она Остается откуда-то из-под пространства Фен для волос? К сожалению, нет Ну да, нам ничего не нужно Всё нормально Точно? О, дождик Это сущая ерунда Со мной всё хорошо Ладно, как скажешь Это же не ребёнок, понимаешь? Хе-хе-хе Я наслушался этого в прошлый раз Прошло 3 года Я повзрослела Тебе 21 получается? А, да Это тут ни при чём Мне просто не хочется Чтобы звезда Такой величины Заболела Из-за низкого качества Обслуживания Тогда просто Относись ко мне Экстра-обходительно Может, приготовишь мне Особый напиток? Особый напиток? Чего бы тебе хотелось? Чего-нибудь сливочного Немного сладкого Сливочного и немного сладкого И яркого Чтобы перекрыть Унылую погоду за окном Яркого, значит В смысле Вкуса Или цвета Тебе решать У разных цветов же Разные эффекты, да? Цветов имеется ввиду Цвет Ну да Хорошо, попробуем Ура О, только не добавляй кофе, пожалуйста Можешь кратко описать Свой заказ Яркий латте С 상황 Медом Сладкий Отсвежающий Ну, давай смотреть Латте-влюблённость Давайте подадим Рецептик латте появился, да? Розовая пряность, влюблённость А, не-не-не, стой Во, наконец-то тут Днём рождения добавилось 29 февраля, повезло тебе с днём рождения, кстати, Рэйчел Ну, хорошо Хорошо, скажи, как тебе это? Прелесть? Такой розовый, ага Напомни, как называется этот напиток? Называется Латте-влюблённость Чудненько, спасибо Попробуй и поделись впечатлением Угу Это же не клубничный латте, да? Кислинка слишком яркая Подожди, не говори, я попытаюсь угадать Хорошо С клюквой? Нет Ты знаешь, этот вкус близок к клюкве А всё равно не то, да? Что же это тогда? Гибискус Ооо Нравится? Ещё как? А он одновременно сладкий и терпкий, и сливочный Почему этот латт называется влюблённость? Ну, на вкус он сладкий, и сладкий, и кислый И у него добавляется молоко, так что он сливочный, и приятный Наводит о мысли о любви Ооо Сладкий, кислый, и приятный Кстати, о кислинке Удивительно, что молоко не свернулось Помню, как-то на вечеринке один знакомый пытался Сделать безалкогольный коктейль из лимонного сока, газировки и молока Получилась такая гадость И секрет в правильном соотношении ингредиентов Их нужно смешивать при подходящей температуре А чтобы молоко не свернулось, его надо взбить и... То есть самостоятельно такое не приготовить Всё реально Но зачем тебе делать его самой, когда ты всегда можешь заглянуть ко мне? Отличный ответ, пять звёзд Да-то самообаяние С каких это пор? Только в редчайших случаях Так что лучше не привыкай Значит, сладкая влюблённость Приятный сладкий напиток с кислинкой, который очень сложно приготовить Понятно Неужели уже и правда прошло столько времени? В последний раз я тебе заглядывала где-то год назад, да? Вроде бы Тогда ещё на автобусе начали появляться постеры с твоим лицом Точно Всё так завертелось Свободное время вдруг куда-то исчезло Ты как, держишься? Ну, лично занято Ну, всё хорошо Даже отлично Если честно, дело не в проворот Да? Ну, я постоянно пропадаю на съёмках клипов и прочего Фотосессия мне до конца Меня пригласили на несколько шоу и подкастов, а ещё... О! Я записываю новую песню О, серьёзно? Ага Отличная новость Поздрав... Нет Пока не поздравляй Ой, хорошо Я ещё не закончила Во всех смыслах То есть... Этот раз я её сочиняю Ого! Эта песня выйдет в коллаборации с AJ Погоди Ты имеешь в виду... Этот парень Музыка, которая вечно у тебя в плейлисте А Рэми Джендрю Как же... Как же круто Знаю, я так рада Скорей бы её послушать Для меня новость Что ты пишешь песни Хехе Знаю, по мне не скажешь Но... Откровенно говоря Я с детства об этом мечтала Писать песни? И танцевать А точнее исполнять собственные песни И под них же танцевать И импровизированный концерт Одной... Ээээ... Эээ... Ээээ... Ээээ... Мне всегда нравилось выступать на сцене, но знаешь, в детстве мы хотели уметь всё на свете. Когда вырастаешь, то приходится делать выбор. Танцы и пение от природы даются мне легче, чем сочинить собственной музыки. По крайней мере, так было раньше. Я подумал, если в одиночку мне не получается, может объединиться с тем, кто точно знает, что делает. И точно сделал правильный выбор. Ну, я так думаю. Я черпаю вдохновение даже сейчас. Кто знает, может твои напитки тоже мне вдохновят. Извиняюсь. Но как же я рад с ума сойти. Ах ты ж блин. Хештег, где? Ты держи руки на пульсе, хорошо? В смысле, не пропусти, когда песня выйдет. Хорошо. Что? Ожидаемо. Я знаю, кто сейчас придёт. Свет вырубил? Хорошо. Ага. Так что случалось, да? Только когда погода портится. Подождите секундочку, я пойду включу генератор. Хорошо. Я знаю, кто сейчас придёт. Да. Ха-ха-ха-ха-ха. Обычно, когда она приходит, у меня вырубает цвет. Когда она орёт, у меня вырубает цвет. Это из-за неё у меня вырубает цвет. Так что, ну... Эм... Эм... Чё? 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 Ха-ха-ха-ха-ха. Прелесть. О, Риона, привет. Привет. Извини, за отсутствие нужно было включить генератор. Хм... Рэйчел, всё в порядке? Ага. Просто гром застал врасплох. Ну, теперь всё будет нормально. Хорошо. Здорово снова увидеть тебя, Риона. Как у тебя сегодня настроение? Честно говоря, так себя сочувствую. Приятное и сладковатое. Приятное и сладковатое. Конечно, сделай всё, что пожелаешь. Помню, в прошлый раз мы говорили о каком-то интересном напитке. Кажется, в него добавлялся синий чай и молоко. Репоминаю. Может, приготовишь его для меня? Только сделай в этот раз чуть послаще. День был тяжёлый. Я заслуживаю сладенького. Принято. У меня есть для тебя идеальный напиток. Хорошо. Тогда мне сладковатое синий латте. Сладковатое синий. Так. Приятно, что я не оставляю здесь пожелания. Так. Латте. На основе чего тебе его сделать? Освежающий сладкий. Освежающий сладкий. Освежающий сладкий. Погоди. Синий. Синий обязательно вот этот. Хорошо. Значит, это и сладости. Синий. Вот. Это не такой же напиток, который... Нет. Подожди. Синие грёзы. Дать предмет заодно. Что у нас там? А можно мне... А, есть спиннер. Есть. А, давай... Ладно. Давай я вот это отдам. Посмотреть бы, что это. Посмотреть бы, что это. Отменить. Ну, почему тут написано взять или осмотреть, но... Ладно. Я надеюсь, это оно. Это не визитка... Либовца. Это... Ну, давай. Новый рецепт. Синие грёзы. А, я же это... Я и с розовым делал. То же самое. Молоко... Молоко и мёд. А здесь сделал синим. Я помню. Адрес почты. А это... Того парня, с которым я разговаривал. Кажется, его звали Лукас. Он хочет, чтобы я с ним связалась? Ну... Я об этом подумаю. Спасибо. Да не за что. Чашечка синих грёз для печальной дамы в синем. Ну... Я вроде не в синем. Ты ещё и как в синем настроении. Я скорее по твоей ауре. Мне нравится, спасибо. Так. Я только что видела маму, гуляющую с своей маленькой дочкой. Внутри сразу так хорошо стал. Позвоню-ка сегодня своей маме. Так. Гала. Ой, чел. Давно тебя не было, кстати. Ты сегодня придёшь? Было бы прикольно. Что-нибудь ещё? Нет. Нет. Спасибо. Непростой день. А, вроде того. Такое ощущение, что всё рушится. Не скажу, что это приятно. Мне знакомо это ощущение. Хочешь поговорить? Рэйчел сегодня великодушная. Эм... Гала? Добрый вечер. О! Ну это точно. Короче, вот эта фишка в телефоне, это спойлеры. Ха-ха. Очень жаль. Ну ладно. Так. Чувак. Извини, в прошлый раз мы подобрали тебе успокаин, но всё же. Доктор. Давно не виделись. Привет, Рэйчел. Я по-прежнему всего лишь в дежурном и приёмном отделении. Не знаю, это я шучу. Добро пожаловать к кому. Алексей, мы поймём, как его не хватало. Ладно. Привет, Рэй. Ну я забежал на минутку выпить чего-нибудь перед работой. Похоже, сперва мне надо немного передохнуть. Ну я соглашусь. Чувствую себя как дома. Итаааак. Ты сказал, что... А? Ну тут кое-что обсуждали. Правда? Начинали обсуждать. Если я лезу не в свои дела, только скажи. Просто сегодня у меня хорошее настроение. Понятно. Мне пересесть? Нет, всё нормально. Мне интересно, как у тебя дела. Но я... Я же не могу просто так прервать беседу. Я тогда не обращу на меня внимания. Я сразу вспомнилась, как я пришла сюда в первый раз. Да? Честно говоря, здесь мне всегда задают много вопросов. Зачем ты сюда ходишь тогда? Это хорошо или плохо? Пока не решила. В общем-то я не против. Если же не то пошло в последние... В повседневной жизни я не так уж сейчас с кем-то общаюсь. Я часто в разъездах. В самом деле... Кем же ты работаешь, если не секрет? Водителем в Грюбер. Типа... Таксист или... Занимаюсь только междугородними перевозками. Почти. Тяжёлая работа. Не такая тяжёлая, как кажется. Мне нравится быть за рулём. Иногда это помогает прояснить мысли. Да. Понимаю. Я подрабатывал таксистом в Манхэттене в начале 60-х. Серьёзно? Да. Пришлось от этого отказаться. Спустя несколько месяцев. Слишком опасное дело. Опасное? В каком смысле? Пассажиры вечно задирались. Бывало, мне отказывались платить. Несколько раз пытались ограбить. Это кошмар. Ужасный. Ну... Дело было в начале 60-х. Люди тогда относились к нам не так дружелюбно, как сейчас. Но я понимаю, почему ты любишь вождение. Мне всегда нравились для неё поездки в аэропорт и обратно. Понятно. Прежде чем целиком перейти в перевозки, я тоже иногда подбирал пассажиров. Да? Что стало тебя прекратить? 7 из 10 отказывались со мной ехать. Вы сейчас сразу после того, как садились в машину. Так что меня отстранили от работы. Что? Почему? Я их якобы пугала. Она орёт, как сумасшедшая просто. Ребятки, не поверите. А-а-а. Как же грубо. Соглашусь, Рэйчел, довольно необоснованная причина. Признаюсь, что когда я выглядела совсем по-другому тогда. Все потому, что я раньше никогда не общалась с таким количеством людей. Я жила в уединении, вдали от больших городов. Так что на время рассмотрения жалобы я постаралась предать себе менее пугающий вид. Мне разрешили заняться перевозками. Ясно. Оказалось, что работа в сфере перевозок гораздо приятнее, чем я ожидала. Так что я отозвала жалобу. К тому же с гибким графиком проще выделять время на тренировки и прослушивание. Прослушивание? На что? Я проходил прослушивание на роль сопрано. Серьезно? Очень классно. Нет, это... Совсем не классно. В смысле? Я уже много лет хожу на прослушивание, пока не получил ни одной роли. В чем не прокололи колесо? Да ладно? Да? Полицейский предупрежал, что это может произойти. Я пока не знаю, связано ли это с делом, которое он расследует. Я расскажу об этом Джорджу, когда я его увижу. Спасибо. Так что, да, день мне сегодня не задался. Жаль-то слышать. Ничего страшного. Мне не привыкать? О! Извините, я отвлекусь. Мне надо проверить, мне пришло ли новых сообщений. Ай, хорошо. Рад встречи, Рэйчел. О, взаимно. Ты, наверное, по уши в делах. Он тебя здесь не видел. Как дела у Хенри? Пап, все хорошо. Он тоже довольно занят. Похоже, до тебя ему еще далеко. Он сюда заглядывает, по крайней мере, раз в пару месяцев. Это правда? Он запрещает мне задерживаться допоздна, когда я ухожу передохнуть. И сам ходит сюда и общается с вами. Эм, ну... Да я шучу, я в курсе. Что он здесь часто бывает. Все нормально. Он уже пожилой. Ему требуется больше отдыха, чем мне. Ясно. С возрастом все больше ценишь возможность расслабиться. Не забывай напоминать ему о ежегодных профилактических осмотрах. Обязательно. Ну, так что у тебя нового. Да, все по старому только. Это работа... На работе небольшие неприятности. Да, что это... Ну... Я занимаюсь приемом пациентов. И иногда имею дело со всеми маленькими детьми. У нас не детская больница, поэтому они обычно поступают в срочном порядке. Ну... Так что я пытаюсь оформить их как можно быстрее. Что хотя бы немного облегчить жизнь всем причастным. А... К сожалению, дети часто меня пугаются. Иногда это усложняет процесс их приема. Ты же такой замечательный. Ну, обычно они совсем крошки. Есть идеи, почему они тебя пугаются? Да не особо. Думаю, это может быть связано с тем, какой я большой. Я возвышаюсь над ними даже когда опускаюсь до уровня глаз. Наверное, им от этого тревожно. Да, понимаю. Так все сочетания. Ну вот же... Это не такая уж и проблема. Мне просто интересно, могу ли я как-нибудь спросить ситуацию. Эх... 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 Не думал, что уже... Не думал, что уже так поздно. Похоже скоро мне придется уйти. Можно сделать заказ сейчас? Конечно, что будешь. Мне как обычно смесь чая, молока и имбиря. Так. Ээээ... Чай. Давай, может быть, тебе... Ладно, чай, молоко, им... Нет, какая корица? Чай. Молоко, имбирь. Теплый, освежающий, горький. Приготовить. Галахат. Так. Что у нас тут добавилось? Он гала, поэтому он называется Галахат. Серьезно? Вот. Особенно биток специально для тебя. Быстрого приготовления, но все же отменного качества. Спасибо. Ммм, очень вкусно, как и всегда. У меня не получается сделать его так, как делаешь ты. Он ведь все равно эфф... Он ведь все равно эффективный. По крайней мере со своей работой справляется? Справляется. Это просто к тому, что у тебя получается лучше в плане вкуса. А это... А что это вообще? Имбирный латте? Мне кажется, скорее имбирный чай с молоком. Ну, он знает, о чем говорит. Так вот. Я пристресился к этому напитку во время ночных смен. Стараюсь пить поменьше кофеина. Для здоровья? В общем-то... Да. Так мне легче контролировать ярость. А, понятно. Славно. Думаю, в своих дальнейших изысканиях в область чая положусь над тебя. Я не подведу. Надо успеть добраться, пока гроза не усилилась. О! В следующий раз пообщаемся. Хорошо. Ладно. Извините, что ухожу прямо посреди беседы. Держись. Скоро наступит светлая полоса. Спасибо. Удачно к тебе добраться. Пока. Да. Вот это вот депрессивная. А теперь это заутриона? Жаль, что тебе пока не везет с прослушиваниями. Поверь, я понимаю, каково это. Да? Ага. Меня тоже много раз отказывали, пока я не попал в свою предыдущую группу. Врач, он настоящая звезда. Эй. Эй. Ее сингл стоит на полке за тобой. О! Потрясающе. Спасибо. Ты выкладывала в интернет пример своего выступления? Может, у нас немного разные сферы, но мне все равно было бы интересно посмотреть. Эээ, ты не хочешь этого видеть. Я уже его давно удалила. Почему? Столкнулась с травлей в интернете. Так что я решил избавить себя от лишней головной боли. Что? Как некоторые люди просто нечто. Нечто. Не обращая внимания на недоброжелателей. Им просто нечем заняться. Ну да. Наверное, тоже попадала в такую ситуацию. Много раз. От кого же цена славы? Ничего не поделаешь. Ясно. Ну, ты не сдавайся. Скинь мне свой ролик и я, может, поспрашиваю коллег, есть ли сейчас прослушивание на ведущие роли. Точно? Конечно. Я ничего не обещаю, но могу попробовать. У меня есть одно видео, если хочешь посмотреть. Еще бы. Сейчас сяду поближе. Видео, на котором поют трионы. О! Я не знаю только опера, но мне очень даже понравилось. Я выложу несколько таких видео онлайн. В смысле? В смысле? Тебе есть... ...определенно... ...je ne sais quoi... ...необыкновенность, которая завораживает. О! Иди, загрузи свой ролик на Томачил. Уверен, у тебя сразу появятся фанаты. Ну, это вряд ли. Что? Почему? Мне кажется, я плохо подхожу для интернета. Я не вписываюсь в культуру. Я ведь уже говорил, не обращаю внимания на недоброжелателей. Да и не только об этом. Я еще... У меня есть один пунктик. Что за пунктик? Тебе не понравится, что я сейчас скажу. Почему? Я хочу добиться успеха как бы по старинке. То есть... Мне кажется, мне больше подходит традиционный путь. Я не ищу легких путей или интернет-решений. Ага. Понимаю. Я знаю, что это попахивает снобизмом. Не извиняюсь за это. Да ну, какое дело. В какой-то степени... Мы все в какой-то степени снобы. Только, может, тебе пока не стоит так себя ограничивать? В смысле? Я к тому, что индустрия развлечений быстро меняется. Я кручусь с ней почти три года. И за это время пришлось проявить большую гибкость, чтобы удержаться на плаву. Потому что всегда есть кто-то, который готовит тебя заменить. Ааа. Счет оперы не скажу, но уверена, что там тоже все меняется. Только иногда по старинке не всегда лучше. Особенно в сфере творчества. Застой бывает по двум причинам. Либо пахнет выгодой, либо кто-то слишком упрям. Взять даже меня несколько лет назад. Угу. Тогда я думал, что смогу развиваться только в одном или двух направлениях. Об остальном придется забыть. Но недавно мне выпала возможность написать песню с музыкантом. Композитор. Из-за меня не важно. Так что без помощи я бы реально не справилась. Понятно. Даже взять музыканта, с которым я работаю. Он мечтал стать летчиком и истребителем. Но то одно, то другое вечно мешало ему осуществить мечту. Так что в качестве хобби он начал выкладывать свою музыку. Натамочил. И раз, стал знаменитостью. Ооо. Да, я его просто обожаю. Вся музыка в кофейне с его последнего альбома. С лицензией, само собой. Ясно. Потрясающе. У тебя все может получиться. Небось, подходить к задачам по-своему. Если дорогие идут Рим, или как там говорится. Такое мое мнение. Я в любом случае поспрашиваю, не ищет ли сейчас кто певец на ведущей роли. Может добавим друг друга в соцсетях, где-то есть. Могу предложить только номер телефона. Окей. Вот. Спасибо. Ну ладно, Риану. Риану. Я не могу Риона называть. Риану. На самом деле настоящую Риану мне не очень нравится. Я ее не очень люблю. Но вот эта, как Рианна, мне нравится больше. Мне пора. Я тебе напишу, если что найдется. Огромное спасибо. Пока не за что. Но рада помочь. Я пойду. До скорого. Конечно. Заглядывай. Пока-пока. Мяу. 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 Хе-хе-хе. Как они двери открывают? Интересно. Впервые вижу камни так близко. В самом деле. Кстати, а насчет твоей машины. Ээээ. Ты как? У меня есть запаска. Поставлю, когда погода улучшится. Хорошо. Я рада, что решила зайти. Сомневалась. Стоит ли? Да? Откровенно говоря, мне очень стыдно за себя поведение в прошлый раз. Жалею, что так себя повела. Прости. Да не извиняйся. Все нормально. Спасибо. Просто иногда одиноко. Наверное, уже понятно, что это не первый мой отказ. Но... Мне каждый раз тяжело. Понимаю. Да нет, ну ты просто нытик в этом смысле. Обычно я размышляю об этом в машине. При паркаже где-нибудь сижу. Знаю, это не лучший способ справиться с эмоциями. Но уж лучше так, чем... Ну, никак. А ты сюда можешь прийти сюда? Не знаю. Такое ощущение, что я только приношу с собой пучу уныния и обреченности. Ты приносишь с собой отключение. Вот что ты приносишь с собой. Бред. Наши двери всегда открыты. Ну, по вечерам. Так что забегай, не стесняйся. Хорошо. Кажется, гроза скоро стихнет. Правда? С чего ты взяла? Ну... Я полагаюсь на опыт. Скажем так, я часто наблюдаю за небом. Особенно, когда стою в пробке. Понимаю. Наверное... Наверное. Как бы то ни было... Мне уже пора. Спасибо еще раз. Обращайся. Доброго пути, Риана. Надеюсь, она еще зайдет. У нас что-то добавилось. Ок. Думаю, на сегодня все. Что это тут? Что это пропуск? Ветровный ключ-карта на шнурке. Продержи его пока. Чей-то ключ от квартиры. Наверное. Ладно. Пора закругляться. Гринч. Зеленый острый. Инолюбителя. Зеленый острый. Шрек, блин. Ладно, ребятушки. Думаю, на этом будем закругляться. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодышек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok